У Бениамина, на который я все время ссылаюсь, есть эссе очень важное об Эдварде Фуксе, которое называется «Коллекционер». Сейчас я об этом скажу, но сначала я хочу просто процитировать Шковского, который в гамбургском счете... Одно на нотичку, это на Шковский... Значит, описывает новую культурную ситуацию, которую описывает не он один, я не знаю. Мандельштам, например, которого все время описывают, и с моей точки зрения, абсолютно неправильно, как поэта «Тоски по мировой культуре», там, значит, какие-то всякие такие вещи. Мандельштам пишет в природе слова, что все, никакой истории русской культуры нет. Он пишет, есть ли хоть что-то, объединяющее русскую поэзию, русских поэтов, какой-то континуум? Вообще ничего нет, все полностью разрушилось. Единственное, в чем есть историзм, это в самой структуре слова. Потому что в структуре слова, слово включено, как в готический собор, он любит очень образ готического собора, в некую систему отношений, в которой есть язык. А система отношений языка – это такой же механический ассамбляж различий, элементов, в которых возникает совершенно другой тип истории. И в египетской марке он пишет о том, что ничего не слепляется, пишет он. Есть бесконечная вот эта какая-то, какой-то морок каких-то деталей, элементов, которые никак не могут слепиться. Вот это ощущение, что история, вот этот век волкодав со всем историческим континуумом, нарративом, каким-то смыслом просто рассыпался к чертовой матери, имея в виду чистый ассамбляж, который вот сейчас может собраться в новое. И это не только, конечно, ощущение Мандельштама, но вот что пишет Шклопский. Барокко – жизнь интенсивной детали, не барок, а свойства нашего времени. Наши лучшие живые поэты борются с этим свойством. Форма, вероятно, это не превращение формы в содержание, а преодоление содержания формы, то есть несовпадение прежде существующей формы с новой, еще не появившейся. Формы, существуя вне нас, обрушиваются иногда на нас. Форма существует, как обусловленная рядом, лежащая вне искусства, как результат столкновения рядов. Эллипсис, пропуск, монтажный этот принцип – это основной, как он пишет, основная фигура поэзии. Ну и так далее. Пастернак весь построен на разрыве образов, на том, что интенсивная инерция, взятая совершенно разговорным образом, правдоподобная, прозаическая, преодолевает расстояние далеко расставленных, логически не связанных между собой образов. И так далее, и так далее. Он говорит о том, что мы люди барокко, мы люди интенсивного напряжения деталей и отношений элементов. И это очень важный момент, во-первых, потому что он уничтожает идею духа, как какого-то элемента, который связывается и пронизывает. Кроме того, мы видим здесь полное отрицание субъективности, потому что это ассамбляж элементов никак не связан, ни с какой волей. Нет больше человека, который это все организует. Есть антикварная лавка. Там лежит куча каких-то вещей, они между собой вступают в какой-то диалог, какое-то отношение, из которого возникает новая история. История возникает, как вот эта констелляция случайно положенных вещей. Когда-то Сартер говорит о том, что такое существование, говорит, что существование – это случайность. Нам необходимо уйти от идеи какого-то порядка, который не позволяет нам выйти из случайности. Ужас существования, говорит он, в том, что мы обнаруживаем случайность. Вот эта случайность ряда положенных вещей, но только то, что случайно существует. То есть то, что есть вот этот вот машинный конгломерат фрагментов, Это и есть реальность. Это то, что существует. Это, собственно, писал и Ницше о том, что реальность – это хаос, и мы должны с этим смириться, а не создавать для себя какие-то апполонические грезы, которые все связывают, трансформируют и прочее. Я начал говорить о Фуксе. Фукс – это был такой левый очень человек, который начал собирать коллекции, в основном гравюр. Он собирал карикатуру и порнографию. Порнографию – это слишком легко, эротику, но порнографию в том числе. И потом он издал историю карикатуры, историю эротики. И эти книги были переведены, конечно, сейчас же на русский язык, еще до революции. Они, по-моему, неоднократно пересдавались уже в перестроечные времена и так далее. Так что, как бы, все это есть. Но он был огромный коллекционер каких-то вещей. Коллекции вообще, дешевые, плохие коллекции, они, конечно, возникают в начале XIX века как какое-то поразительное явление. Ну, конечно, в это время начинают, я не знаю, собирать какие-то, наверное, фантики или там, я не знаю, спичечные этикетки. То есть какой-то полный хлам люди начинают собирать. Потому что раньше коллекционеры собирали что-то, имеющее какую-то ценность, да? Но я, например, когда я был в Вене, мне очень захотелось пойти и посмотреть коллекцию, которую собирал Лафатер. Лафатер – это, Гаспар Лафатер – это кодификатор физиогномики XVIII века, для которого писал там Герте и там. Я не буду сейчас рассказывать о Лафатере. Но я знал, что в Венской национальной библиотеке есть коллекция всех визуальных материалов, которые собирал Лафатер. Потому что он занимался физиогномикой, он собирал все, что он мог, все, что он изображал человека. И я туда пришел, это, конечно, там особая вся эта история, я увидел гигантскую коллекцию. Там больше десяти тысяч изображений, которые собрал Лафатер. Бог знает, какого хлама. Он не такого, чего бы он не собирал. В итоге это, конечно, колоссальный архив, изобразительный архив XVIII века, там конца XVIII века, потому что там действительно есть все. Но когда ты видишь этого человека, ты видишь это, совершенно непонятно вообще что. Он собирает какие-то вырезки, какие-то картинки. Все, что он может найти, что не стоит вообще ничего, все он начинает собирать. Ну, я не знаю, может быть, кто-то из вас был там в доме музея Гёте, который собирал эти какие-то дурацкие коллекции каких-то там гипсовых слепков, каких-то минералов. Вот это вся такая энциклопедия, которая возникает в XVIII векше, весь мир может собрать в какие-то коллекции, какие-то описания. Все это вот там возникает, и Фукс, конечно, все это собирает. Для Беньямина важно, что он собирает вещи, которые являются не уникальными вещами, вещи, на которых есть вот эта аура уникума, а что он собирает то, что связано с механическим воспроизводением, все эти гравюры какие-то, дешевые листки, литографии и прочее, прочее, прочее. И что он собирает вещи, которые абсолютно не каноничны для классических коллекций. Потому что классические коллекции не собирают ни карикатуры, не собирают ни эротику, ничего. Это все абсолютно как бы находится за пределами престижных культурных коллекций. И он пишет о том, что коллекция, собственно, Фукса обладает колоссальным революционным потенциалом. Просто потому, что она разрушает все континуумы, и в ней уже иначе формируется отношение механически воспроизведенных вещей. Это не уникальные вещи, которые вступают, это вещи, которые тиражированы и которые между собой в этой коллекции обладают потенцией каких-то создать какие-то совершенно новые смыслы и значения. То есть Бениамин интересен тем, что он пытается вот эту архаическую, пыльную профессию коллекционера, антиквара вдруг представить как революционная деятельность. Но сделать это можно только на определенном этапе, когда эти фрагменты утрачивают вообще всякую историческую ситуацию. То есть мне кажется, что это страшный интерес. То, что мы собираем исторические вещи, все это связано с историей, отмечено историей, а в итоге приходим к абсолютно противоположному. Эта связь разрушается, исчезает, эти все вещи автономизируются от всякого истории, от всякого стиля и так далее. Они начинают жить какой-то своей абсолютной жизнью, а потом попадают какие-то коллажи, монтажи, там, я не знаю, там, Бертова, Эйзенштейна, там, я не знаю, бог знает кого. То есть есть вот это вот очищение исторических смыслов и переход к новому абсолютно фундаментально новому универисту. И вот что интересно, что Фукс, он откровенно выступает, например, против Вельфлина. Вельфлин был классиком венского искусствознания, который написал историю стилей и был одним из отцов формального метода в искусствознании изучения каких-то стилевых доминант в организации пространства, ритмов и так далее. Значит, в принципе, он считает, что всякое стилевое проявление, пишет Фукс, это отчуждение реальной жизни от каких-то вот, как он пишет, отчужденных формах, абсолютно обеществленных формах. И говорит о том, что всякий исторический континуум отчуждает реальность. Умирание жизни реальной происходит, когда все расстраивается в континуум, когда все подводится в стиль и так далее. А жизнь там, где этого нет, там есть вот это движение элементов в каких-то машинных ассамбляжах, например, и так далее. Значит, кстати говоря, Фукс находился под очень сильным влиянием классификации каких-то биологических. Его очень интересовал Дарвин, который пытался найти какие-то методы вписывания эволюции в таксан. Что существенно еще в этом происходит, это процесс дегуманизации, который связан с исчезновением континуума, с исчезновением субъекта. И я думаю, что возникновение структурализма начинается уже там, когда Сосюр описывает какие-то синхронные структуры. Он мыслит уже в этих категориях. Я не знаю, знаете ли вы Гюстава Гийома? Знаете, кто это Гюстава Гийома или нет? Или никто не слышал этого? Значит, Гюстав Гийом – это такой необыкновенно интересный лингвист, который начал публиковаться в 20-е годы и был известен только в очень узком округу лингвистов. Но благодаря тому, что он оказал очень большое влияние на де Лёза, например, о нем Агамбен пишет, он стал сейчас центральной фигурой в истории лингвистики. И все его противопоставляют Сосюру сейчас как гораздо более философского лингвиста, который занимается феноменологическим пониманием языка. Он очень интересен. Значит, почему я еще спросил, знаете ли вы Гийома? Потому что Гийом был переведен на русский язык. Значит, есть том Гийома на русском языке. И нет ни одного тома Гийома на английском языке, например, значит. Так что, в принципе, вы впереди. Но никто его не читает. Никто о нем не слышал. Гийом говорил о том, что проблема Сосюра заключается в том, что Сосюра разделяет диахрогию, какое-то историческое развитие, главным образом связанное с индоевропейстикой, как меняются элементы языка в исторической эволюции, там грамматические структуры и так далее. И синхронный срез, который является структурой, организующий значение. Но он говорил Гийом, необходимо ввести третий элемент, а именно историю структур. Потому что структуры тоже меняются. И есть, должна быть описана эволюция структур. Он занимался описанием эволюции структур. То есть структура, вот эта комбинация элементов, которая возникает как что-то важное, она переходит в другой комбинации элементов, в третьей комбинации элементов, в четвертой комбинации. То есть история перестает пониматься как линия, как что-то такое, вот, как говорил Фукс, отчужденное, когда реальные отношения вдруг отчуждаются в какой-то линейной наррации, а начинает пониматься как история структур. История структур, история ассамбляжа, история отношений. Я долго говорю, и, мне кажется, я вас уже заморочил, поскольку это фрагмент довольно длинного курса, то я не буду здесь весь курс вообще. Значит, и на этом просто прервусь, потому что, ну, как бы главная мысль моя, я думаю, я до вас донес о том, что историзм, когда он возникает, он себя хоронит в каком-то смысле, потому что в нем уже имеется эмбрион разложения истории как континуума, истории как наррации какой-то и так далее, и практически происходит освобождение через историзм этого фрагмента, который начинает затем организовываться в машинной ассамбляже. Есть такой теоретик машин, очень интересный, который, к сожалению, еще не переведен на русский язык, его зовут Жильбер Симандо, который написал книгу о машинах, и он пишет о том, что вообще машина, это чисто, должна приниматься только в контексте исторического генезиса, и он пишет о том, что, что такое машина, машина начинается всегда с ассамбляжа абсолютно не связанных между собой вещей, то есть не связанных, они искусственно связываются, но всякая машина возникает из старых, из других машин, которые уже существуют. Там нужно взять, например, автомобиль, значит, нужно взять мотор, нужно взять колесо, нужно взять дверь, я не знаю, то есть все это как бы отдельно существует, потом надо все это собрать вместе, и мы получим какую-то новую, несуществующую машину. Но это действительно описание машинного ассамбляжа, как оно дается, например, Далезу и Гуатари, что машинный ассамбляж от органического соединения органики отличается тем, что каждый элемент в сущности автономен, он работает совершенно в автономном режиме, эти элементы каким-то образом соотносятся, но каждый элемент по существу автономен. Он называет это абстрактной машиной, вот это первая машина, которая возникает, потому что мы придумываем эту машину уже готовых частей, она не есть какой-то продукт практики, она есть продукт вот этого абстрактного представления инженера, как мы можем эту задачу решить, из каких частей мы можем собрать что-то новое. Но пишет он, что история машины заключается в том, что эти части начинают постепенно притираться. каждая новая модель организует между этими частями более эффективное взаимодействие, к части начинает вдруг перенимать на себя целый ряд посторонних функций. То есть происходит, он говорит о том, что происходит как бы движение, он это называет, это абстрактная машина, это материальная машина, которая и материальная машина гораздо более интегрирована, чем абстрактная машина. Собственно, так он описывает там эволюцию и прочее-прочее этих машинных конгломератов. Мне кажется, что история может описываться как абстрактная машина, которая до конца никогда не становится материальной. Значит, есть вот это что-то, какое-то взаимодействие, оно никогда не принимает форму тела. Но то же самое, я думаю, что монтаж фильма. Монтаж фильма – это в значительной степени абстрактная машина. Никогда не становится материальной машиной, как хорошо работающий автомобиль, поэтому она всегда внесет в себе элементы конфликта. Это очень хорошо понимал Эйзенштейн, который говорил, там было разное понимание монтажа, что там, я не знаю, там, привет, он говорил, что строящий монтаж, как из разных кирпичиков мы складываем в единое здание. Эйзенштейн говорил, что в принципе монтаж – это конфликт. Если нет конфликта, то нет смысла, нет выразительности. Только через как бы недопритирку элементов абстрактная машина может производить смысл. Но я думаю, что монтаж надо понимать, так как он возникает в 20-е годы, почему он исчезает в 30-е годы, например. Но исчезает, не исчезает, конечно, но заменяется иными моделями. И это не просто модель порождения текста, это и модель истории. Поэтому то, как они показывают историю, в которой нету нарративов, в которой нету героев там и так далее, в которой есть эти ассамбляжи и так далее, мне кажется, просто чрезвычайно интересно, что мы имеем здесь историю, которая не имеет прямой репрезентации. Ну и, наконец, последнее, о чем я просто хочу сказать. Я просто считаю, что мы входим в эпоху кризиса репрезентации, в принципе. И я думаю, что, например, новая когнитивная модель сознания – это модель, которая пытается все избавиться от репрезентативных каких-то оснований и так далее. Я согласен с Фуксом, что репрезентация – это умертвляющая и удушающая штука. Но в этом смысле я не оригинален об этом, так сказать. Хайдеггер пишет в своем эссе о образе мира, о картине мира, о том, что она всегда отчуждает, она всегда удушает. Я считаю, что есть… всегда вот эти живые ассамбляжи гораздо более… отражают актуальность исторического лучше, чем всякая репрезентация. Но эти ассамбляжи не дают возможности репрезентировать историю. Когда очень много элементов между собой вот так вот на машинном уровне взаимодействуют, мы не можем себе представить эту историю. Вообще представить себе сетевые отношения, сложности сетевых отношений практически невозможно. Мы выходим за рамки репрезентации. Но возникает что-то другое, вот какие-то другие вещи, понимания, реакции, может быть, аффективных реакций, которые так важны для Эйзенштейна, тоже для его теории монтажа. Но, во всяком случае, мы находимся все время, конечно, это природа человека, в репрезентировании мира, мы иначе жить не можем, мы все время его репрезентируем, и каждый раз убеждаемся в том, что эта репрезентация неадекватная, и что надо от нее избавляться и освобождаться. Ну, как бы вот эта история, которую я вам рассказываю, это один из эпизодов этой длинной истории. Ну, вот это все, пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ